Первый выездной матч в серию хоккеистов «Динамо Алтай» выдался провальным. Наша команда выясняла отношения с омскими крыльями. Хозяева открыли счет уже на четвертой минуте. Однако в середине первого периода «Барнаульс» еще сравняли. При плотной борьбе единственную шайбу, она же стала победной. А мячи забросили во втором периоде. Как итог, «Барнаульсы» проигрывают 1-2. Следующий матч наша команда проведет 12 октября в Кургане против местного «Зауралье». Реализовали, к сожалению, одно большинство. Соперник на контратаке забил второй гол. И по традиции с одним голом мы не можем выиграть. Спасибо. Вячеслав Основин сегодня у вас проводил первый матч. Как оценить его выступление сегодня, жестовую передачу? Старался парень, видно. В середине второго периода маленько подсел. Функционально ему еще тяжело. Набирает форму через игры. Если за хоккеистов пока что можно поболеть через экраны телевизоров, то вот волейболисты университета ждут вас на трибунах спорткомплекса «Победа» в субботу и воскресенье. В рамках предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги А «Барнаульс» сыграет против команды «Локомотив» «Изумбрут» из города Екатеринбург. Обе встречи начнутся в 17.00. Также в субботу на стадионе «Динамо» «Белоголубые» сыграют свой предпоследний матч сезона против «Казанского Сокола». После 24 игр команда из столицы Татарстана занимает третье место. У них 42 очка. А «Динамо» «Барнаул» находится на 11 месте, 23 очка. В первом круге в «Казани» «Динамо» содержали волевую победу со счетом 2-1. Начало этого поединка в 15.00. И на десерт в воскресенье любители бокса смогут понаблюдать за финальными поединками турнира на призы Алтайского ринга. Юноши 2009-2010 годов рождения боксируют не только за золотые медали, но и за попадание в сборную команды Алтайского края. Начало финальной встречи с 12.00. Дмитрий Дроздов. День с толком.